всем привет сегодня у нас с вами будет распаковка сегодня на почте я забрал эту посылку ко мне приехали тесты для аквариума давайте ее откроем и посмотрим что в ней приехала я заказал тесты на нитраты фосфаты общую и карбонатную жесткости кто-то скажет что это бесполезно потраченные деньги возможно для кого-то это и так но я с этим могу поспорить более трех лет я содержал аквариум живыми растениями без тестов воды потому что считал что это лишнее и нужно сказать что за три года у меня два раза получалось поймать баланс было такое что растение выглядели очень красиво на них вернее у них происходил процесс фотосинтеза они очень хорошо росли и выглядели очень ярко было видно что воде всего достаточно питания им хватает она сбалансированная и растение не испытывают никакого дискомфорта но это идиллия как правило длилась недолго и через два-три месяца я начинал замечать на растениях нехорошие симптомы например на старых листьях у людвигий начинали появляться коричневые пятна некоторые было такое что молодые листья начинала крутить было такое что растение начинали сбрасывать свои старые листья то есть симптомы появлялись абсолютно разные было понятно что воде стали происходить какие-то изменения почему такие изменения происходят как правило это происходит потому что либо какого-то из элементов питания растениям стало не хватать либо же какой-то элемент уже в избытке что как правило нужно делать если какой-то элемент в избытке понятно его нужно вымыть подменами если какого-то элемента не хватает то его нужно добавить в аквариум путем внесения удобрений ну вот как понять какого элемента в избытке либо же какого не хватает я другого способа, иначе как сделав тесты воды, не знаю. Если кто-то знает, напишите об этом в комментариях. То, что касается тестов для воды. Значит, первый раз я тесты приобрел ровно год тому назад, через три месяца после того, как сделал перезапуск аквариума. И почему я решил все-таки приобрести тесты? Ну, во-первых, в новый аквариум я залил 90% воды из водопровода и всего 10% воды из старого действующего аквариума. Сколько содержания нитрата фосфата калия в воде из-под крана, я понятия не имею. Но я понимаю, что его там мало, и мне нужно концентрацию этих элементов в новом аквариуме поднять, для того, чтобы растения могли там нормально расти. Но сколько чего вносить, я, конечно, не знал. Поэтому, запустив новый аквариум, первое, что я сделал, это через неделю я сделал тесты воды. И картина сразу же прояснилась. Я не буду сейчас нагружать вас цифрами, какие у меня были показания тестов в воде. Об этом у меня есть отдельные подробные видео. Они уже отсняты и ждут своего монтажа. Сейчас досматривайте, еще будет несколько видео про ход перезапуска этого аквариума. И после этого пойдут видео после перезапуска. Уже в течение года я регулярно один раз в две недели делают тесты воды. И все цифры будут вам озвучены. А то, что касается сегодняшнего видео, то это все, чем я хотел с вами поделиться. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. А я на этом буду прощаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok